Без земледельцев остальным не жить, а они кормильцы всех до одного. Корчуют, пашут сами, как крижи, без них богачьи кормлены ногой. Им, кормильцам, уважения нет, уничижительно зовут и обзывают, и гладит ветер и любой рассвет, у них в низинах высшее призвание. Мы все, согласно притче у Христа, являемся землей и землепашцем, что будет в той земле произрастать, хотя при засухе нет никакого шанса. Ждет земледелец ранее дожди, колоссия шелушит между ладоней. Что за погода будет впереди? В какую нищету жуки загонят? И все же труд окупится ста крат, зерно впитает грозы и ненастья. Душа земля и на нее потрать, нездешней благодарностью воздастся. Не слушателем в будущем награда, а делателем явным или тайным. Пошли неленостно и почини ограду, день жатвы впереди и он настанет. Для землицеца нет и выходных, из будней серых календарь семейства. Их жизнь зависит от скота, копны, страдают живностью зимой и летом вместе. Что за посев от слов и дел творим? Последствия взрастут, хотя не сразу. На жестком спим или среди перин, и с будней со Христом единый праздник. День жатвы, день суда, звучит жатвой. Не содрогнемся ли на опустевшей ниве? Писание зеркала покажет душу жалкой, да не предстанем наги и босыми. 2 апреля 2007 года.